это было в начале времен стародавний век золотой вечности начинался рассвет величавый брежил рассвет веры бурханов святой джангар жил в эти дни круглым остался он сиротой так о нем говорят таки зулы хана он семенем был танксык бумбы хана внуком он был у зюнга великого сыном он был знал он рано войну ужас прошел по отчизне его в лето второй жизни его вторска жестокий мангас в страну третье лето вступив едва аранзалу его коню было в то время только два джангар сел уже на коня поскакал он броней звеня трех крепостей разрушил врата трехгодовалый сирота гул джин мангаса себе покорив в четвертое лето вступив четырех крепостей врата разрушил наен сирота дердык шар мангаса покорив пятого лето вступив на порог пять шелмусов он превозмог пять владык захватил в полон а когда вступил наем в пятое лето жизни своей полонил его шикширги заложником сделал его но едва лишь наен достиг шестого лета своего шести крепостей он разрушил врата шесты сломал сорока пик властно расширив свои рубежи покорив алтана цеджи владельца башни золотой поставил его главой над правым полукругом своих бесчисленных богатырей когда же седьмого лета достиг ханом семидержавным он стал зваться великим и славным он стал в те времена когда скакал ветра быстрее конья ранзал пика не только пестрой была пестрая пика острой была а джангар молод и славен был самим бурханом равен был четыре ханов жены ему предложили своих дочерей и простые наены ему предложили своих дочерей джангары слушать не хотел ни с чем они удалились прочь в жены взял ном тенгиса дочь меж востоком и югом ханство его как измерить пространство его про землю джангара так говорят это была бомба страна искане так звалась она искане и обретались там ранзала одни говорят из людей обретались там великана одни говорят сорокаханная эта страна обетованная эта страна после 25 лет не прибавлялись там года смерть наступала туда люди не знали в этой стране лютых морозов чтоб голодать летнего зноя что повидать осень сменялась там весной ветер колоханием был дождь погоуханием был тысячам тысячи счастливых людей тесен был простор степной пятимесячный путь шириной точно пуп небес и земли выселась лысая там гора видимая издали там океан ерген шартык подобно синему кругу лежал прохладная домба река только джангра поила водой летом бурлила она и зимой размывая берега рассказывают о джангре так был повелитель истины он желтых четыре истины он соединил своих руках держава была нерушимой его слава неудержима его гремела на просторной земле словно марева по утру золотому подобно шатру мудрого джангра сверкал чертог так о нем говорят знаток однажды джангрова богатыри вели беседу между собой на иона повелителю мы нашему правителю мы построим джангру дворец такой которому равного в мире нет собрав тогда в единый круг хана всех 42 хана всех четырех ветров джангру решили воздвинуть кровь выбрав место для него на океанском берегу на целомодренном лугу в тени омываемых тополей неувидаемых тополей среди 12 синих морей северные восточных лучей у правого подножья горы и когда настала пора ханы всех четырех ветров желтых с собой привезли мастеров выбрали прежде всего мастера из месяцев самый святой самый священный день из дней чтобы работа пошла вернее кораллами выложили они основу основание дворца не было кораллом конца стены воздвигли из жемчугов разукрасили они изображением львиных клыков стены северного угла разукрасили они изображением тигриных клыков стены полуденного угла застоль за 100 без году прошедших лет рассказывающие дела на 100 без году грядущих лет предсказывающие дела молвил алтан цжи мудрец строить на иону дворец до самого неба высотой было бы затеей пустой слишком желание велико слишком до неба далеко надо воздвигнуть на иону кров на три пальца ниже небес шесть тысяч двенадцать мастеров выделывают выделыватели чудес в искусстве соревнуясь своем выбиваясь и сил наконец выстроили джангру дворец на 5b на 5 башен и был дворец но разукрашенный был дворец опоясан был дворец кота кота уром словно конь стеклами красными как огонь создали сзади был облицован дворец спереди был облицован дворец стеклами белыми как облака покрыта была говорят шкурую пигога быка северная сторона покрыта была говорят шкурую сизого быка полуденная сторона чтобы зимующим бомби стране на северной стороне это зимовка была слегка среди кумыса и молока а полуденная сторона маслом и жиром была полна внешне четыре угла нежные раскрывали глаза из огня на красного стекла внутренние четыре угла синие стали Чудом был всесветным дворец, был десятицветным дворец, был девятиярусным он, неисчислимым и яростным он, джангровым угрожал врагам, поражал и своей красотой тополевый и золотой. Ветер знамя на нем развивал, если знамя чехол покрывал, то и невидимое оно, желтому солнцу было равно, если же обнажалось оно, было семи солнцем равно, с месяцем в полнолуние схож смелых повелитель и вождь, смертных покровитель и вождь, недругов повергших прах. На престоле золотым о сорока четырех ногах, джангр великий восседал, месяц великий восседал, шелковый был халат на нем, шили одни лишь ханши его, а ускроила раньше его ножницами вооружена шестнадцатилетняя жена, расправляя усы свои, словно ласточки на крыла, восседал он ставки своей, посвящая богатырей, во все мирские свои дела, во все святые свои дела. Вопрошающим, какова ханша, властительница страны, повелительница страны, еще шестнадцатилетняя жена, так что джангар им привезена. В те времена, когда скакал, ветра быстрее коня ронзал, пика не только пестрый была, пестрый пик острый была, а джангар молотый с вами был, самим бурханом урами был, ответствует такова она. Глянет налево, станут видны, сияние левые щеки, мелкие рыбки левой реки, глянет направо, станут видны, сияние правой щеки, мелкие рыбки правой реки, кровью аллея губы ее, снега белее зубы ее, белый на голове убор, если верить в молве убор. Шило множество ханских жонг, шелк волос ее так заплетен, чтобы соответствовал он щекам напоминающим кровь. Щегольские у каждой щеки шелковые шеврлыки колыхались и говорят. Колыхались, говорят, на мочках нежных белых ушей, на белые уши бросая свет, сырватых зеркальных лучей, стерги из чистого серебра. Кто видел шариковый помет, грубежим к дуплетнику, тот величину себе поймет. Если властинница начнет девяносто одну струну, гуси серебряных перепирать. Если ханша начнет играть, под чудеса в камышах лебединый летит хоровод. Хоровод лебединый поет, отдается к пению в ушах. Уток летающих вдоль озер, уток звенящих вдоль озер, на двенадцатых земных ладов разных переливных ладов. Если же спросит народ, кто, не развиваясь, поет, влад прекрасен и кусат таким. Ответь, это бесценный Минхайн, прекраснейший во вселенной Минхайн, прославленный голосом своим. Между избранным он, избранный запевал давно, равных ему не бывало давно. Сказывают, был главой над правой стороной джангаровых богатырей. Боготырь безо всякой лжи, рассказывающий дела, зато без году прошедших лет. Предсказывающие дела, нато без году грядущих лет. С ведущей возле и добре он восседает на ковре, на правую руку вождя. Важно, с места не сходя, он разрешает мирские дела. Он решает святые дела своей адыстванной страны, своей саракаханной страны. Сказывают, был главой над левой стороной джангаровых богатырей. Старший сын Минген Шикширги, Улан-Хонгар Алый Лев, от которого арабев бежали бесчисленные враги. Он родился от ханшин Зандан Герел. Множеству дротиков и стрел подставлял он грудь свою. Страха не ведал в бою. Этот прославленный исполин, джангару подчинил он один, земли семидесяти держав. Гюзиан Гюмбе с ним вместе сидел. Он при стесненном усестье сидел. Занимая места двадцати бойцов, он при свободном усестье сидел. Занимая места сорока бойцов, он славился силой великой своею, Черной холодной пикой своею, слоноподобным своим конем, словно ночь вороным конем. Никогда в споре с целым самим победил он, рассказав о деяниях вверх и держав за тысячу и один год. Справа от Алтана Цеджи Савар тяжелорукий сидел. Среди людей великанов он был, с соколом неустанным он был. Закаленная в пламени сечь не сходила с могучих плеч. Острая секира длиной восемьдесят и одну сажень стоила тысячу-тысячу юрт. Рыжая кобыла его сбрасывал он с любого коня, так велика была сила его. Над левой, рассказывают в стороне, третье место занимал темноволосый строгий санал. На своем серо-лысом коне за наеном последовал он, за владыкою мира всего. Булингира, отца своего, дорогого сына лишив. Наеншу славную мать свою, бурханам равную мать свою, торжественных поминок лишив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok